Доброе утро! Это «Магия превращения». Для участия в проекте заполняются анкеты у администратора торгово-развлекательного комплекса «Маги-Центр». А сейчас давайте знакомиться с нашей новой участницей и ее стилистом. Меня зовут Ярмонка Ирина. Мне 18 лет. Я учусь в Венецком медицинском колледже. Также я работаю моделью. Я люблю все, що повязано з модою, також ті передачі, які стосуються краси. Я з децентства полюбляла їх дивитися і завжди мріла туди попасти. Коли я побачила на телеканалі Віта про проект «Магия перетворень», я зразу подумала собі, я так хочу там участвувати. Тобто для мене це, я хочу відкрити щось нове для себе. Я заповнила анкету, мені зателефонували. Я була просто в захваті від цього. Я чекаю від цього проєкту нових емоцій, вражень. Добрый день, мене звуть Людмила, я дизайнер студії «Элис Мэй». І сьогодні я приглашена на программу «Магия превращения» в качестве стилиста. І мені це дуже інтересно, мені хочеться спробувати себе нову. Тому що це моя професія, в якій я займаюся кожен день. І це дуже інтересно, мені подобається одягувати людей, і одягувати людей красиво. Ми зараз в дросс-коді. С чого ми почнем подбирати образи нашої участниці? Сьогодні я, коли я увидела участницю, она мені напомнила какую-то інтересну таку девочку. Она дуже яркая, і хочеться з нею зробити рок-звізду, яка гламурна, яка йде на награждення Оскара по красной дорожці. Мені кажеться, що кожна девочка хоче спробувати себе в цьому образі. І кожна мечтає походити по цій красной дорожці і почувствувати себе звіздою. Так що ми будемо починати в принципі вибирати з коктейльного якого-то платья. Мені це дуже интересно, тому що хочеться її зробити яркою, такою стільною і красною. Ну, на мій взгляд, дуже добре. Ну, в принципі, це якби обычний образ девочки, яка може одеть таке платье на повседневній жизни своїй, і в принципі на какой-то светський вечір, на какую-то вечеринку, на выпуск, либо пройтись по красной дорожці. Тому що в останній часі я вважаю, що вже звізди почали одеватися не в шикарні длиннючі платья, там, де дуже багато розход ткані. Це, звісно, дуже красиво, але хочеться чого-то і попроще, в принципі, і поудобніє. Звісно, на мій взгляд, дійсно, звісно, звісно. Да, по сравнению с прошлым образом, в принципі, той образ был такой более романтичний, женственный, а этот такой, он тоже женственный, но он очень чіткий, стильный і яркий. Она, девочка, которая пройдет вот даже мимо проходящих людей, она никогда не останется в стороне, на нее всегда будут обращать внимание, і она буде в центре внимания. Да, вот действительно броски, може быть, отчасти немного агрессивны, но сексуально, очень красиво, мне он нравится. Я хочу обратить ваше внимание на платье, которое находится под курткой. Оно очень чіткое і красивое, тому я попрошу участницю снять курточку і показати. Оно, благодаря своим рельефам, очень красиво подчеркиває її фигуру, очень красивая спиночка, подчеркиває грудь, і оно очень стройнит її і делает її ще стильні і красиві. Катя, я ще нашла один вариант, мені дуже подобається це платье. В принципі, здесь узор дуже стильний, і цветовая гамма мені дуже подобається. Така фактура, ну, це дуже интересно. І на бедрах, мені дуже интересно, хочеться посмотреть, як це ще буде смотреться. Ага, значить, ми віддадим його нашій участниці. Музика Люда, ну, у нашій участниці просто идеальна фигура. Мне кажется, це платье село на неї точно так же идеально. Так, я була права, в принципі, коли дала це платье. Мені дуже подобається, що ці рельефні линии, які подчеркивають її бедра, вони роблять її женською, красивою, стройною, дуже эффектною, за счет того, що відкриваються плечі, відкривається шея, а це считається найнішній частині жінчини. В принципі, це дуже эффектно, дуже красиво. І я хочу ще завершити образ вот цим клатчем, который подходит под її туфли. Музика У нас действительно сегодня получился настоящий рок-стайл. В принципі, даже здесь не помешали жемчуг, который, в принципі, с сочетанням з шипами. Вроде как, це такий більш романтичний стиль, а шипи – це жісткий, но здесь вони сочетаються хорошо. Заклепки, пряшки, металл, вот все, джинсы, і даже вот такой гламурний комбидресик, в принципі, він тоже сюда дуже подходит. Воротник, стоечка, такая курточка кожаная. Ну, мені все подобається, в принципі. І сапоги, високий каблук, платформа, она такая. Да, класно, дуже хорошо, действительно сочетається фурнитура, мені нравиться кожа, джинсы, металл, все, я со всем согласна, класно. Невероятно, какое загляденье, красота, неописуемая просто. Да, це дуже шикарна шуба, действительно для рок-звізд, можна сказати, тому що це шуба із настоячої шиншиллы, це густой мех, це дуже-очень ярко, дуже, вообще, така, ну, видно, що мех високого качіства, і мені дуже подобається, і, скоріше, мені кажется, що вона дуже теплая, да? Да. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! И я считаю, что в принципе это тоже очень стильно, ярко и интересно. Люда, ну если бы я не знала, что мы сейчас в магазине и нам еще предстоит маникюр, прическа и визаж, я бы точно подумала, что это образ на финальной дефиле. Очень круто. Да, это очень яркий образ. Вообще комбинезон просто шикарнейший. Он настолько стильный и вот эти ботильоны, они так дополняют его. И погоны, оно все настолько яркое, настолько шикарное, что просто в обычной жизни ты просто его не оденешь. Да, да, это точно одежда с заявкой на победу. Классно. Ну здесь огромный ассортимент и нам сейчас предстоит огромный труд, чтобы определить что-то, что нужно нам из этого огромного количества красивых вещей. Как ты относишься к Андретану? Андретан это мой любимый дизайнер в Украине, в принципе, потому что я его уважаю как шоумена. Он очень яркий персонаж. Он самый, в принципе, для меня он самый известный в Украине, потому что он постоянно светится на разных топ-шоу. Он уже состоялся как телеведущий и как дизайнер, потому что, как он сказал, что твой успех это когда тебя уже копируют на рынках. И он, в принципе, был прав, потому что его действительно уже копируют на рынках. И он очень большой молодец, потому что он еще этим занимается всем с пяти лет, насколько я знаю. Он сам издавал свой журнал, сам его рисовал. И это очень интересно, есть на что равняться. И я очень его уважаю, люблю. И, в принципе, я бы очень хотела с ним познакомиться лично. Но я думаю, что это в будущем. А сейчас предстоит познакомиться с его коллекцией, которую он создает для Ukrainian Fashion Week, для недели моды на Украине. И, в принципе, он еще создает вторую линию специально уже для Винницы. Это вот здесь мы все это видим. И сейчас мы будем уже подробнее рассматривать все эти эксклюзивные вещи, которые созданы из шикарных тканей, из эксклюзивных тканей, из дорогих тканей. Andretan – это одежда, которая приносит удачи, да? Слоган такой очень аппетитный у них. И, конечно, сочетание цены и качества здесь, ну, просто супер. Мне тоже нравится. Я в ЗА, и здесь всегда обновляется коллекция. Раз в неделю минимум, и огромный ассортимент. И одежда есть больших размеров для красивых женщин в форме. Ну, в общем-то, классно. Ну что, на мой взгляд, невероятно. Женственно, супер. Сочетание цветов очень красивое. Наша участница это и делала. Мне кажется, что это очень удачное платье, потому что здесь яркая и очень красивая цветовая гамма. Сочетание вот такого синего с коричневым легким. И очень нравятся вот эти женственные вырезы вот спереди и сзади на спиночке, которые вот подчеркивают ее такую красоту. И это очень интересно, потому что мужчинам нравится, когда женщина таинственная, но вот чуть-чуть там есть, где разгуляться мужской фантазией. И то, что здесь очень летящий такой пышный силуэт. И мне кажется, что она чувствует себя действительно настоящей женщиной, которая она, ну, вот она воплощается в нее. Просто одеваешь вот женщину в платье, и она вот, она даже идет по-другому. Людочка, у нас есть немножечко совсем времени. Я хотела, чтобы мы с тобой обсудили, что же все-таки мы проделали, и что мы увидим на финальном дефиле. Да, у нас была проделана очень плодотворная работа сегодня. В принципе, я увидела, мы показали нашу участницу в разном виде, в разных стилях. То есть это и уличный стиль был, и романтический стиль, и рок-стиль, и, ну, то есть такое, и гламурное что-то. Мы совмещали, смотрели, экспериментировали, но я думаю, что в итоге на финале получится, что это очень яркое, и оно стоящее того. Ну, а что мы можем сказать по нашей участнице? Она очень фактурная, интересная девушка, ей все идет, да? Да, в принципе, это такой случай, когда здесь не нужно ничего скрывать, и здесь нужно только подчеркивать, подчеркивать ее достоинство и говорить о том, что она красивая, вот, сделать акцент на то, что у нее есть, то, что она действительно яркая, красивая, стильная и очень женственная. Ну да, ну, в общем-то, образ на финальное дефиле мы пока оставим в секрете, да? Да, конечно. Не будем открывать. Хорошо. До финального дефиле осталось совсем немного, давайте дождемся. Это магия превращения. Следующий шаг после того, как мы выбрали все вещи – маникюр. Поэтому мы здесь, где его сделают наши участницы. Мы сегодня, наши участницы, будем делать обрезной маникюр. Классический. А потом мы сделали интересное покрытие, согласно подобранному образу, который подобрался, то не слышно. Классический. Классический. Мы в Литуале. Здесь наши участницы сделают макияж. Это магия превращения. Финальное дефиле буквально на ладони. А сейчас мы в салоне красоты S-Studio, где наши участницы сделают прическу. У многих стиль рок ассоциируется с длинными и засталенными волосами, которые беспорядочно растрепаны и закрывают пол лица. Конечно, такой облик не подойдет ни одной девушке, которая хочет назвать себя привлекательной. Однако современные понимания в стиле рок – это экстравагантные прически, где волосы изящно ухожены в определенную форму или же отстрижены по определенному образу. Тем не менее, прическу в стиле рока присуща естественность и вызывающие формы. В нашей модели она будет немного сдержанная и мягкая. Для прически буду использовать утюжок Гафрелак, волокнистую пасту и шпильки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирочка, какая ты красивая, невероятно. Тебе нравится собой? Очень, очень нравится. Ну, как день твой прошел? Какие впечатления у тебя сегодня? У меня просто непервершенные эмоции. Это просто все не рассказать, то, что я ощущаю. Мне, возможно, все сподобалось. Мне сподобился образ, который меня подобрали. Чудовие люди працювали со мной. Я рада, что я попала на этот телепроект. Ну, я что тебе могу сказать? Тебе все это безумно идет. Ты сама по себе, конечно, красивая. Ну, и здесь все правильно подобрено. Надеюсь, ты будешь в дальнейшем этим пользоваться образом, который мы тебе подобрали. Есть еще что-то, что ты хочешь сказать? Да, естественно, я хочу поблагодарить стильлисту, который, ну, из меня красуется, в главе. И в дальнейшем я буду пользоваться их послугами. То есть для себя я много чего взяла из этого телепроекта. Ну, ты умничка. Ты сегодня стойко, как боец, выдержала все. Все испытания, все примерки, которые мы прошли. И на дальнейшее я хочу тебе пожелать оставаться сюда такой прекрасной, жизнерадостной, красивой. Ну, я поздравляю тебя с твоей магией. Я кинулась, я кинулась, я кинулась. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Такой сегодня была магия превращения. А для участия в проекте заполняйте анкету администратора торгово-развлекательного комплекса «Маги Сеттер» вот здесь. А мы с вами увидимся на телеканале ВИТО в следующую субботу. Магии превращения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok